Пошла. У меня голограмма, причем она прибита ей прямо в лоб. Вот как. Хорошо. Наверху снимем, да? Да. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Алену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Алены поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Алену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своем биополе? Наперед, сеанс. Не знаю. У нее куча мыслей. Она как подергивается все. И по сторонам смотрит. Хорошо. Скеннер, отключи сейчас эту голограмму. Вытащи этот гвоздь, который к колбу прибит вместе с этой голограммой. Вместе с голограммой выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все, что с ней связано. И как все это выходит из биополя, с силой моего намерения отправляю это в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Отлично. В клетке все? Да. Еще раз обращаюсь. Алена. Это Влад. Я спрашиваю разрешение на диагностику и чистку. Вы даете его? Трясет ее. Она говорит, Владу разрешаю. И я даю команду. Значит, три. Скеннер сканирует пространство над головой Алены под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует систем тонких тел Алены. Находит все. У меня из ног бес выкатился. Инсектоид. Дальше на голове у нее арафноид. Гуманоид. Гуманоид. Подожди, есть еще кто-то. Альюзар. Еще кто? Да. Выстраивает гуманоида каналы к другим ответственным, с кем он связан. Притягивая всех ответственных, связанных с гуманоидом, в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Ни с кем не связан. Отлично, гуманоид. Значит, ты один получишь полную программу сегодня. Я тебе это гарантирую. Откуда ты, паразит? Нибиру. Нибиру. Сколько ты находишься в этом биополе, Нибиру? Ты ее доводил до сумасшествия. Она щепляла у нее душу. Скеннер просканирует полноту души Алены на настоящий момент. 67. 67%? Ты 33% души уже украл, паразит, да? Сколько ты копий сделал? Одна в килограмме, две продал. Ты знаешь, что это запрещено отщепление души? Всеми законами. Здесь много разных способов добиться души. У каждого своя профессия. Я три раза задаю вопрос, один раз ты уже потерял. Тебе остается два ответа. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Если ты еще раз так мне абстрактно ответишь, я тебя уничтожу прямо здесь. Повторяю вопрос. Ты знаешь, что это запрещено отщипывать душу и продавать копии? Знаю я. Знаешь. Хорошо. Даю команду тонкой копии Алены с проекцией энергетической и сферической канала ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Какой у нас бес, Вера? Девятый. Хорошо, девятый бес. Сейчас я слушаю. Как долго ты находишься в этом биополе? Четыре года. Как ты на нее воздействовал? Дергал за нитки. Все четыре года, да? Обычное дело. Руки, ноги. Для тебя обычное дело. Как это отражалось на ее физическом плане? Задерганное. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Два года. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? Пять лет. Пять лет и Лизард. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? Четыре года. Какие все долгожители? Невероятно. Кто из вас находится в квартире Алены? Бес находится. Кто еще? Из платы гуманоида. Арахноид. Вот, гуманоида платы, о чем мы говорили. Арахноид тоже. Инсектоид обычно в домах не селится. Лизард тоже. Гуманоид у него в зале платы, он показывает. И еще, значит, там какие-то куклы стоят. И Бес говорит, что через них смотрит на них кто-то. Куклы, которые находятся в квартире, да? Две куклы стоят, да. На шкафу. Там порталы через эти куклы, за ними наблюдают. А кто наблюдает? Космически? Нет. Демон. Ах, демон, который в этом доме живет, да? Да. Но я с ним знаком уже. Я уже с ним встречался. И если я его притяну в этот раз, мы с ним еще раз пообщаемся. Реверс закончился. Мы с ним тогда договорились об одной вещи. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Алена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Алена себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно усилию потоки в 50 раз. Алена, вы меня слышите? Она ее трясет еще, она слышит, да? Да. Вот это все, кто находился в вас лично. Не говоря о тех, кто еще находится в доме. Вот эта вся веселая команда этим и занималась. Итак, у меня еще следующий вопрос. У кого есть контракт с Аленой? Гуманоиды что-то есть. Она заключила, но его не так давно, лет пять, наверное, назад. Она плакала в истерике. И? И что было? Что он сказал ей? Душу успокоит. И еще у меня вопрос. Би, если это твоя работа, на шептывание ей, чтобы она закончила жизнь самоубийством, спрыгнула, убилась. Твои идеи? Дергает он ее, это все входит в программу. Ну, я не знаю. Мне, честно говоря, твоя программа понятна, но... Он хочет, чтобы она выполняла то, что он скажет. Да? А в галактическое ядро не хочешь? Не сегодня. А почему не сегодня? Замечательный день. Могу тебе предложить другой вариант. В моих руках появляется демонический револьвер. Достаю демоническую пулю. Ты же хотел самоубийство, да? Без. До самоубийства не дошло бы. Зачем мне самоубийство? Без полдуши уже нет. Мне поиграть, подергать приятно. Хорошо. Убираю револьвер. Ты посмотришь сегодня, как мы вернем 33% души, которую украл гуманоид. А револьвер закончился. Отлично. Начинаем с вытаскивания всего, что осталось. Лизар, где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Выходи, вытаскивай свое гнездо и рассказывай, как ты воздействовал на нее. Чем подробнее ты расскажешь, тем меньше для тебя будет последствий. Приступай. Почему-то хрипит. Чего ты хрипишь-то? Хрипит, шипит, какие-то такие вещи делает. Это он показывает, как он на нее воздействовал. То есть ты хочешь сказать, это истерика или крик, или что это было, или шипение, или что там, как она проявляла себя, я должен понять. Да, он усиливал чувства и все ее эмоции, и у нее до хрипа в горле, в общем, это было. Хорошо. Если Алена знает это состояние, то это вот ответственное. Лизард. То есть у нее как паническая атака, и она не знает, что говорить, что делать, куда бежать. Ее просто трясет так же, как трясет сейчас. От чего ее трясет? От кого? Над ответственной клеткой загорается маячок? От всех. От всех. От беда она задергана, от арахноида, спутанной мысли. 33% души отсутствует, причем есть какой-то процент в голограмме, и он был сделан так, что она видела, как душа уходит, она как в зеркало смотрела. Кошмар. Хорошо, давай еще проверим, голограмма чистая она или нет. Выстраиваю еще раз. А, канал к голограмме стоит. Забираем из голограммы есть биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Ален находится, мощным потоком пошло назад. Идет. Ревер закончился, Лизард все убрал. Колька была, забрали. Скэнер просканируй, дай мне полноту души на настоящий момент. 82%. 82%. 18% еще не хватает. Идем дальше. Значит, каждой копии по 9%. Мне легче уже. Вытаскивание от того, что, конечно, часть души вернулась, идем дальше. Все решим, Алена, не беспокойтесь. Лизард вытащил все. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось. Да, у него в затылке что-то есть. Вытаскивай. Что-то, что подключено к потолку его платы. Вот этот свет круглый. Заль. Вот о нем я тебе и говорил об этой лампе, да? Там стоит плата на потолке в этой комнате. Она связана этим, на затылке чипом. Хорошо, чип выходит силами его намерения. Он ее держит, этот чип. Далеко не пускает. Возвращается она в квартиру всегда. Отлично. Чип этот выходит силами его намерения. Выдавливаю его. Отключая полностью, вместе со всеми датчиками, выходит и отправляется в отдельную клетку. Да, будет так, а так и есть. Вон большой. И большой вытащим. На весь затылок. Готово. Хорошо, идем дальше, арахноид. Выходи, снимай, вытаскивай всю свою паутину, все свои иголки, все свое, всю свою жидкость, все, что ты оставил в ее биополе, чтобы следа твоего там не было. Приступай. И возвращайся назад. Плечи, горло, голова, лоб, виски. И что у него еще? Шея взади. Позвоночник. Он как иголки достается с этих мест, которые, сказала, это все ее в напряжении в большом держало. Она сейчас ослабла, перестала дергаться. Все будет хорошо, Алена. Вы уже здесь. Готово. Отлично. Инсектоид, сколько у тебя инкубаторов? Один. Выходи, вытаскивай свой инкубатор, вытаскивай крепление, жидкость, ничего не забывай, чтобы следание было. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит по каналу. Инсектоид, заканчивай. Выходи, бес. Вытаскивай, отключайся полностью, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. У меня руки в локтях согнуты, ноги в коленках. Так он ее привязывал сам, как он прыгает, так и ее делал. Беса из нее готова. Все все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию Алены с песом, гуманоидом, его голограммой и чипом, инсектоидом, арахноидом и лизардом. Пошел процесс. Заканчивается автоматически до 100%. С гуманоидом плохо получается. Там, видимо, есть согласие какое-то обманное. Рассинхронизация не получается с гуманоидом? Нет, связь все равно остается какая-то тонкая. Хорошо, сейчас разберемся. Останавливаю рассинхронизацию, переходим к аннулированию контрактов и договоров. Паразит. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алена должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Да, есть у нее такое же, как вот эта голограмма таким цветом. Алена, вы готовы взять ответственность и расторгнуть эти контракты? Готова. Повторяйте за мной. Внутрием власти моего сверенного я, я объявляю и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Да, есть. У нее копии активировались через этот контракт. Сейчас активировались? Да, поставь экран, они идет связь куда-то наверх. Хорошо, ставлю экран и наблюдаем. Две копии, они просят с душа назад. Сейчас заберем, все будет нормально. Они через контракт должны пройти к ней. Хорошо. Она должна выразить свое желание. Алена, вы желаете вернуть душу, которую вас украли? Конечно, желаю. Выстраиваю от Алены прямые каналы к ее копиям, где находится ее душа. Где бы они находились, значит, 3, 1, 2, 3. И реверсом забираем. Алены мощным потоком по праву забираем назад. Пошел поток. У меня каналы выстраиваются к контракту и от контракта к этим двум копиям. И все назад возвращается от копий через контракт к ней. И таким путем он аннулируется. Отлично. И становится пустым. Копии. Скажешь, как закончится. Копии пустые. Сейчас контракт к ней вводится. Готово. Хорошо. Убираем монитор. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора вместе с их фантомами уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Сканер, дай мне полонту души на настоящий момент. 100%. Все. Вернули вам, Алена, вашу душу. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Алены с голограммой гуманоида, бесом, инсектоидом, арахноидом, гуманоидом, лизардом. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Закончится автоматически. Готово. Даю команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Все прошли проверку. Инсектоид, я тебя отпускаю, ты больше никогда в это биополе не придешь. Если придешь, тогда тебя не будет. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. То же самое касается лизарда. Если ты повторно осмелишься войти в это биополе, ты очень много потеряешь. Это понятно? Ясно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Котово. Арахной ты без. Я сейчас открою вам два портала. Квартиру Алены. Вы пойдете сейчас, соберете все, что вы там оставили. Без соберет все свои подключки. Одеялки, сеточки, комочки, которые он там раскидал. Если он оставил на животных, я ему сразу говорю, он должен это все снять. Если на людях, на других в этой квартире живущих что-то оставил, в его интересах это вытащить. Иначе я его второй раз вытащу. Если я второй раз вытаскиваю беса, бес очень сильно страдает. Если ты не хочешь этого испытать или проверить, делай, как я тебе говорю. Тебе это понятно? Да, все понятно мне. Открывается два портала в квартиру Алены. Один, два, три. В один уходит бес, во второй портал уходит арахноид. Дожидается нас, собирает все. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Алена. Мы вернули вам 33% души. Все интерференты вытащили, все, что вы оставили. Я вас спрашивал сегодня, вы сказали, да, я еще раз уточню. Вы готовы дать откат всей этой боли за 13 лет, которую вы получили от этого паразита-гуманоида Снибиру? Я готова отомстить за свою душу. Это не месть. Вы отдаете просто эту боль. Это не месть, это торжество справедливости. Мы отдадим ему ровно столько, сколько он вам дал. Не больше. Отлично. Одевая на него эту голограмму, прибивая ее к его лбу, не может снять. Активирую на полную мощность, выстраиваю прямой канал от Алены к гуманоиду. И Алена сейчас реверсом отдает всю свою боль за 13 лет. Все эти дискомфортные чувства, которые она получала от него назад. За 13 лет. На 100%. Один, два, три. Пошел процесс. Возвращаем все назад. Все испытывает в течение одной минуты. Все ощущения, которые Алена испытывала, он испытывает в течение одной минуты. Реверс заканчивается автоматически тогда, когда 100% этой боли перейдет назад. Да, будет так, а так и есть. У нее непонимание, скованность какая-то, паника. Подхожу к ней, даю ей 100% энергии, помогая это все выдавить. Страх. Какое-то шипение, я не знаю, что это. Шум, наверное, в голове постоянно. Конечно, да. Все это выходит, летит назад, к источнику. Готово. Как он там, стоит еще? Ну, он как загипнотизированный сейчас, руками двигает, но в голове у него каша. Волняется. Это останется тебе на добрые воспоминания. Снимая с него эту голограмму с гвоздем, переходит в соседнюю клетку. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя. Гуманоид с Нибиру, 13 лет, массивнейшее воздействие. В квартире тоже есть, я уберу все сам. Голограмма была прибита в лоб. Сзади был чип, чип и голограмма с гвоздем находятся сейчас в клетке тюрьмы. Вытащили 33% души, две копии он сделал, третья была в этой оболочке. Отщеплял душу, знает об этом, что он нарушал закон. Пронимаемого. Благодарю тебя. Давай, гуманоид, пиши письма. Ну, как робот зашел, забрали. Если бы не был паразитом, ходил бы как нормальный гуманоид. Хорошо. Итак, клетка у нас пустая, посмотри, пожалуйста. Вот у нас есть голограмма, пустая, чип. И под чипом и голограммой открываем воронку в галактическое ядро, это все уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Поехали дальше. Переходим к эмоциональному фантому. Выходит эмоциональный фантом Алены, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аборационные эмоциональные энергии, и резгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Живой там, да, Вера? Здесь ненависть, гнев, страх, боль. Черный? Черный фантом? Серый? Какого цвета? Он разный цвета. И черный, и серый, и разные чувства праздную. У него как глаза в разных местах почему-то. Она как живет этими эмоциями. Хорошо, Алена. Эти эмоции вы сами сгенерировали. Вы готовы расстаться с ними? Конечно. Сворачиваю эти энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, произвожу сброс всех негативных этих энергий. Закрываю печать и растворяю. Готово. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужна Алене и какая частота вибраций. 350, 24. На счет 3 в макушку головы Алены начинает поступать 7 высокоаборационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Она спрашивает, откуда эти цвета мне неприятны? Это родные цвета твоей Алены, которые каждая душа имеет к ним допуск. Это цвета чакр. Это красный цвет, оранжевый, желтый, зеленый, светло-голубой, темно-синий и фиолетовый. Это коронная чакра, если снизу вверх. Эти цвета нужно знать и заправлять себя этими цветами, этими цифрами, которые я только что озвучил. 350% каждое утро ты заправляешь. Ощущаешь эти цвета, как они поступают в тебя. Потом поднимаешь до 24 Гц свои вибрации. И после этого нужно будет все сгармонизировать. Я сейчас покажу, как, когда закончится заправка. Закончилась. И синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Пошла синхронизация. Готово. Это ваши родные цвета. Сейчас вы заполнены полностью энергиями. Мы закончили чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Мне очень спокойно. Я прекрасно себя чувствую. Мне нужен отдых. Хорошо. Отдых будет скоро. Сейчас мы почистим дом, где ты сможешь отдыхать. Уберем все, что установили. Эти паразиты, чтобы они больше не могли воздействовать. Поставим защиту. И после этого все будет нормально. Возвращаем тебя назад, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физические планы. Сразу переходим к чистке твоей квартиры.